Всем известна давняя традиция. В преддверии Нового года, оценивая ретроспективу, подводить итоги. В городе Гал за минувший год изменилось многое. Упорядочение всей финансовой системы, полный переход на безналичное обращение средств, отличные показатели бюджета. Но помимо сухих фактов, цифр и статистик, в Галском районе открылось множество кофейных магазинчиков. Местный танцевальный ансамбль «Самурзакан» взял два гран-при на фестивалях в России. А талантливая молодежь города принимает участие в конкурсах Абхазии и многое другое. Лоле Колбая 16 лет. Она родилась и выросла в городе Гал. С детства она мечтала посвятить свою жизнь музыке. Девочка посещала хор и была участницей школьного вокально-инструментального ансамбля. Лола принимала участие не только в мероприятиях города, приуроченных, например, ко Дню абхазского языка или Дню независимости, но и в значимых мероприятиях во всех уголках Абхазии. После начала кастинга проекта «Абсны Стар» девушка решила попытать удачу. И она ей, конечно же, улыбнулась. Юная исполнительница попала в первый сезон проекта. Принимала участие в конкурсах в Сухуме, а также на мероприятиях тоже пела здесь, а также в других точках Абхазии. Я вижу себя только музыкантом, артисткой, можно так сказать. Я не ожидала, что я пройду, но для меня самое главное не победа, а просто участие. Волнительно представлять свой родной город на таком большом конкурсе. Невозможно не упомянуть и о победе Галского ансамбля на конкурсах в России. Ансамбль «Самурзакан» произвел фурор на двух фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге и вернулся в родную Абхазию с двумя гран-при. Невероятно талантливые ребята ансамбля покорили состав жюри и даже получили приглашение поучаствовать в фестивале в Чеченской Республике в мае 2023 года. Художественный руководитель коллектива «Самурзакан» рассказывает о деятельности ансамбля живо и эмоционально. Не только ребята горят танцами, но и их наставники. Результатами трепетного отношения всех участников процесса является своеобразная стена почета, до потолка заполненная грамотами и благодарственными письмами. В ансамбле две подготовительные группы и основной коллектив «Самурзакан». Всего около 130 детей. Обучаться национальным танцам может любой желающий ребенок или подросток. И с сегодняшнего дня то же самое продолжаем. Уже сколько лет прошло. У нас сейчас уже подготовительная группа работает, сами маленькие детей. И готовимся для ансамбля «Самурзакан». Вот сейчас они как поехали, сейчас я сам не узнаю своих детей, они как работают у меня. Дальше, дальше, дальше и дальше хотят идти. Это же приятно. Любому хореографу, любому руководителю. Випускники ансамбля «Самурзакан» продолжили в эту сферу учебу, закончили. Пригласил своих ребят сюда, и они с удовольствием работают, помогают. Но успех, как правило, не обходится без стерней и без помощи неравнодушных. Беслан Кабали рассказывает, что главной проблемой ансамбля является финансовая сторона. При постановке новых номеров пошив костюмов ложится на плечи родителей. Руководство страны и администрация города оказывают всяческую поддержку коллективу. Но, по словам Беслана Кабали, ансамблей много, и поддержка, безусловно, нужна всем. Хореограф, руководитель, когда хочет выставлять другой номер, то тогда это трудно родителям. Дайте эту форму пошиву, вот это костюм мне надо, вот это надо, вот это. Вот здесь сотруднений чуть-чуть имею. По словам главы администрации района Константина Пиля, за минувший год большая часть работ была выполнена, в том числе работа в финансовом секторе и цифровизации. Помимо этого в район привлечены инвестиции, а малый бизнес получил новые возможности для развития. Год, конечно, сложный, легких не бывает путей решения. Но мы справились, мы в прошлом году закончили год хорошо, у нас даже было плюс 8 миллионов, мы смогли заработать небольшие деньги. Но в рамках Гальского района эта сумма, мы их направили на ремонт парка, у нас будет обновленный парк, у нас будет мини-футбольное поле. Любая экономика, это когда малый и средний бизнес развивается в районе, в стране, это, конечно, все от этого зависит. И президент часто декларирует, что нам нужен инвестор. Тут многие дела сделаны с помощью, конечно, инвестиционных средств, но совместно с местными ребятами открыли один ресторанчик, еще кафешка, бургерная, красивая и современная. Молодежь была очень рада. В уходящем году, к сожалению, получилось реализовать не все проекты. Константин Пиля рассказал, что в 2022 году планировалось строительство аквапарка на территории района, но к реализации проекта так и не приступили. Были хорошие проекты, были озвучены по поводу в Гальском районе, сделать именно в городе, чуть за городом. Это хороший такой бассейн, водный, с водным аттракционом. Красивый проект с аквапарком, мы даже сделали макет. Но пока дальше этого не пошло, потому что средства туда нужны большие, и некие меценаты нам пообещали помощь, но это было не такая значительная, чтобы можно было приступать. Но мы все равно этот проект держим в голове, и при первой возможности мы приступим в акреализации очень красивой. Конец уходящего года, лучшее время для планирования – следующего. Глава администрации поделился с нами планами на развитие Галтского района в 2023 году. Если говорить о государственных задачах, да, это, конечно, увеличение площадей под сельхозобработку, это увеличение площадей под насаждение, это предоставление площадок для инвесторов. Ну, что такое площадка для инвесторов? Это не просто голая земля, она должна быть хотя бы, как минимум, коммуникации там должно быть. Это вопросы электроэнергетики, подачи воды, водоотведения. Вот такую площадочку, если мы предоставим, выбираем площадки, вот такие задачи, чтобы привлечь инвесторов. Говоря о значимых событиях города, невозможно не упомянуть тех, кто всегда готов рассказать о них своим соотечественникам. Галтв работает уже несколько лет, с каждым годом развиваясь. Мы потихоньку развиваемся, ищем, подбираем контент. Допустим, я сейчас на должности выпускающего, я настраиваю эфир. И подбираем, вот по инициативе нашего директора, мы здесь ставим ролики, обучающие абхазскому языку, допустим. Ставлю документальные фильмы разные, тоже исторические, биографические, про природу, про путешествия. Гораздо больше интервью стал. Ребята ходят, ищут, набираем интервью или репортажи, и по воскресеньям выпускаем события недели. В общем, стараемся идти в ногу со временем. Виталий Джалагоня также рассказал, что поменялось в городе за последний год, по его мнению. Еще даже когда в декабре прошлого года я приехал, уже заметные кое-какие изменения в лучшую сторону. Город чистый, сейчас парк ремонтируется, в парке книжные коробки поставили, пару заведений открылось разных. Дом культуры тоже, кружки, там еще что-то, ну, какая-то жизнь кипит. Танцевальные ансамбли, талантливые исполнители, музыкальные эстрадные шоу-группы и многое другое. Культурная жизнь города действительно разнообразна. За минувший год случилось множество побед и открытий в сфере культуры. Каждое из событий, пожалуй, неоценимо важно, ведь за ними стоят люди, обучающие юных танцоров и исполнителей, или же сами молодые творцы, горящие своим делом. А с таким подходом, безусловно, у представителей района большие перспективы как в культурной жизни, так и в других сферах.